И сегодня Петр Порошенко вынес на рассмотрение Верховной Рады постановление об увольнении Валентина Наливайченко с поста главы СБУ. О тонкостях политической борьбы на Украине разбирался Никит Васильев. В Киеве вновь делят власть. Глава службы безопасности Украины, все больше проявляющий себя на политической арене, явно перешел все границы, уверены сторонники президента. По данным СМИ, Валентин Наливайченко якобы мог начать бороться с коррупционерами в окружении Порошенко. Глава государства, видимо, почуяв опасность, принял молниеносное решение уволить своего соратника. Предложение уже внесено в Верховную Раду. Никаких интриг личного или политического характера в этом нет. Президент считает, что в нынешней ситуации СБУ должен возглавлять не политик, а кадровый профессионал разведывательного дела. По словам Луценко, пока конфликт в Донбассе находится в полузамороженном состоянии, опасаться надо подрыва Украины изнутри. Это якобы новая стратегия России, и помешать этому может только новый глава СБУ. Пока власти Украины ищут причину всех своих бед на Востоке, обычные киевляне обратились к Западу. Сотни людей с желто-синими флагами пришли к зданию посольства США с одним единственным требованием. США! Эй, с Украины! Забрать американских военных и их оружие из Донбасса. По мнению активистов, именно США подстрекают украинские элиты к войне. Вместо того, чтобы помочь восстановить разрушенные заводы, Вашингтон говорит лишь о поставках оружия. США! Забирайте свои войска из Украины! Нам не потребна ваша помощь! Мы сами сможем справиться со своей политической и экономической ситуацией в Украине. Разбираться приходится каждый день. В погоне за экономией и попыткой найти хоть какие-то средства для экономики страны, власти не устают издавать новые законы. С сегодняшнего дня банки, к примеру, могут не возвращать срочные вклады, раньше указанного в договоре срока. Вслед за тарифами очередь дошла и до алкогольной продукции. Цены обещают поднять на 25-40%. Украинцам уже намекают, пора пересаживаться на двухколесный транспорт. В Киеве прошел флешмоб. На велосипеде до работы. Экологично, полезно и, главное, дешево.